всем привет с вами ванделей и это 10 юбилейная подборка пасхалок ляпов вырезанного контента и всяких интересностей по игре atomic heart сегодня вы узнаете где в игре спрятана отсылка на остров сокровищ и как сами разработчики перепутали левую и правую близняшку но сперва позвольте порекомендовать вам одну интересную игру про россию в онлайне да еще и на телефоне которая недавно попалась мне на глаза и эта находка black russia black russia это крупнейшая мобильная игра по мотивам реальной россии тут есть все например реалистичные локации и автомобили множество развлечений и интересных работ здесь ты сможешь стать кем угодно полицейским или мафиози держать город под криминальным контролем или отстаивать закон рассекай на крутых тачках от теслы до ламборгини или сделай крутой тюнинг лади приори в общем все на твой вкус ну а просто для души можно отправиться на рыбалку или охоту а самое главное это все абсолютно бесплатно для лучшего старта я дарю вам специальный промокод только с ним вы получите секретный автомобиль и vip статус на 12 часов так что скорее беги по ссылке в описании и качай black russia всего в пару кликов а теперь возвращаемся к теме ролика и так начнем с того что ранее я рассказывал как на сайте игры висела информация о комплексе попов как выяснилось по сути он есть в игре помните комплекс в котором p3 связали ремнями это комплекс сеченов и в нем можно найти письмо с требованием вернуть прежнее название комплекс попов занимаются в этом месте интересными вещами например один из сотрудников три года получал сигналы из космоса которые оказались сигналами микроволновки история сама по себе смешная но ситуация как говорится страшно ведь она имела место в реальности ученые из австралии 17 лет получали некие сигналы из космоса которые на самом деле испускала микроволновка именно к этой истории письмо и отсылает давайте просто послушаем что по этому поводу думает игровой персонаж осторожно маты ты уволен катись к чертовой бабушке песцов ты еблан наблюдал ради возмущения из космоса три года и ждал пришельцев блять это было микроволновка чтоб тебе ветеорит убил сил моих больше нет терпеть тебя мудака в театре в билде вот в этом месте находится пасхалка одна из работ вася ложкина вы наверняка видели его рисунки даже если не знали имя художника и к релизу эту пасхалку почему-то убрали впрочем мы все еще можем попасть в это место без читов и увидеть что лестница упирается в стену рюкзак нашего героя называется рюкзаком ярого оболакова ваше снаряжение укомплектована особым рюкзаком ярого оболакова для хранения имеющегося инвентаря разумеется это тоже отсылки рюкзак оболакова существует на самом деле это разработка известного альпиниста виталия оболакова а рюкзак аркадия ярого это похожий рюкзак но с боковой шнуровкой в общем здоровские отсылки на отечественный альпинизм еще одна приятная отсылка это письмо курению объявлен перекур отсылающие к песне из острова сокровищ кроме того данное письмо адресовано в золотухину а именно валерий золотухин сыграл бен гана в многосерийном фильме остров сокровищ 82-го в игре есть пасхалка на стримера вудуш чья реальная фамилия шальчинов а живет он в городе озерск а теперь зная это послушаем данную запись мы заготовили достаточное количество устройств мысль дефицита быть не может успокоил граждан города озерск председатель горосполкома товарищ можно просто музыка о том что такая отсылка будет в игре сам вудуш сообщил еще до релиза отметив что тесно общается с разработчиками небольшой экскурс в историю вы знали что в 1939 году союз воинствующих безбожников предложил календарь в котором месяцы названы в честь деятелей революции к чему я это говорю а к тому что одно из писем в академии последствий отправлено 1 свердлова вместо 1 апреля и это отсылка именно к этому календарю вот эта маска для плавания из вырезанной экипировки нечаева действительно оказалась маской для плавания через полимер из ранней концепции игры ее описание из игровых ресурсов гласит спец маска позволяет фильтровать полимерную жидкость и извлекать из нее кислород для дыхания в итоге эту маску вырезали и в релизе герои не задыхается просто потому что сколько раз приходилось плыть через полимеры ни разу не задохнуться чудо науки блин в артбуке представлен ранний вариант станции сохранений маяк к релизу ее сделали полностью красной а на бобины добавили логотип мелодия советском союзе у каждого были пластинки мелодия так что это довольно приятная деталь в билде можно обнаружить так сказать предмет по умолчанию у него будет иконка крепыша и текст лором и псом в качестве описания небольшой ляп вот в этом месте находится автомобиль который висит в воздухе в игре наблюдается путаница с левой и правой близняшками сцене с молотовым сеченов отдает приказ правой и действовать начинает балерина без куртки правая займись а вы отправляйтесь в радио центр и убедитесь что оборудование правительственной связи обесточено слушаю снова однако в конце игры она же подписано уже как левая и в начале в субтитрах тоже возможно дело тут в том что куртку придумали на позднем этапе разработки а ранее близняшки вообще выглядели одинаково это левая или правая да впрочем какая разница вы даже не представляете себе насколько вы правы из данной статьи на дтф можно узнать что по ранней концепции полимер производился из мозга китов а в релизе полимер производится из обычных животных по сути мертвый кит перед битвой с росой является эхом той концепции потому что скорее всего именно для нее кита из модели ли еще одно такое эхо это упоминание китов нечаевым когда он впервые комментирует полимер через полимер можно проплыть я люблю так перемещаться словно в океане с китами и дельфинами плывешь умиротворяй и в самом полимере помимо реплик мы слышим звуки китов в общем все это очень красивая идея но получается что релизу она не соответствует потому что повторюсь полимер производят из куриц свиней и коров твою мать я что их всех убил это стандартное завершение технологического процесса производства органической составляющей полимера и куда оно все утекло бальгой цех там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза в общем ждем dlc и вообще продолжение в которых идея с китами может быть возвращена знаете ли вы что харитон захаров встречается в авиове в качестве голограммы внимательный игрок обратить внимание что в списке сотрудников имеется их ретон именно его мы видим на одной из записей голограмм вариант в исходном качестве не запакован и легко находится в папке с игрой водородные ячейки это топливный элемент изменивший все он открыл перед обескровленной уставший страной огромные перспективы могучий танк с тяжелыми орудиями и неуязвимый броню создавая его я не сомневался на секунду я всегда считал что благородная наука максимально далека от войны но в то же время понимал что только так мы сможем спасти нашу великую страну и тут также не обошлось без вырезней файлах упоминаются целых две записи захаровым но вторая была удалена поговорим о слайдах в академии последствий от наших зорких глаз и поиска по картинкам не скроется ни один референс и так изображение с p3 было сделано из этого снимка с электросудорожной терапии p3 в смирительной рубашке и здесь прям видно как его башка прифотошоплена оригинал это кадры из фильма пиджак спитахское землетрясение в армянской сср на слайд добавили беляша и шмелей слайд с трафиком оригинал аппарат искусственное сердце из института трансплантации органов и тканей министерства здравоохранения ссср снимок из нее гематологии и переливания крови внесенные изменения минимальны катя и не чаев якобы а на самом деле это кадры из документального фильма гвоздики нужны влюбленным летчик космонавт герман титов во время подготовки космическому полету в центре подготовки космонавтов выполняет упражнения на специальных спортивных снарядах что на перевернутом варианте снимка делают с p3 одному сеченову известно в начале игры когда терешкова делает снимок трех людей она действительно показывает что на нем получилось вот полноразмерный снимок из игровых файлов моделька автомата калашникова которым вооружены бойцы пришедшие вместе с молотовым моделька шокера который использует петров у него даже есть маркировка эшу молния модель зажигалки нечаева крутейшая вещь изучая комплекс павлов при помощи сканера можно обнаружить некий замок за стенкой казалось бы какой-то секрет может даже секретная комната но нет просто технический мусор этот замок висит в воздухе и ни на что не влияет аналогично перед первой встречи с бабой зиной попробуйте включить сканер и вы увидите кнопку которая висит под картой в артбуке можно заметить расхождение с релизом так в описании терешковой сказано что она названа в честь виолета терешковой космонавтки из альтернативного ссср а в игре говорится что прототипом робота послужила артистка марина терешкова боевая составляющая игры в процессе разработки была упрощена и лишилась например атомного режима ранее я упоминал что оружие должно было обладать запасом прочности и файлах сохранился следующий текст атомный режим каждое легендарное оружие имеет атомный режим для его активации нажмите т но учтите что после него оружие теряет всю свою прочность ремонт ваше оружие сломалась но это не беда нажмите тап и е для его починки и еще у нас планировалась возможность отбрасывать врага на безопасное расстояние уж это очень пригодилось бы в релизе где враги любят нас куда-нибудь зажать и на этом сегодняшнее видео подошло концу но на этом как вы уже догадались контент по томик харту не заканчивается так что ждите следующих роликов и смотрите уже вышедшие а также не забывайте присылать в комментарии свои находки и присоединяйтесь группе вконтакте и дискорд серверу с вами был ванделей спасибо за просмотр и до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok